У Надежды Невзоровой более 30 лет стажа. Сначала женщина работала в проектном бюро, затем в отделении банка. По состоянию здоровья получила инвалидность. Но несмотря на это, она хочет работать дальше. Главное – найти подходящую вакансию. Я отработала 22 года в проектном институте инженером ВЦ. 10 лет отработала в банках на должности операционно-кассового работника. В данный момент по физическим возможностям я не могу заниматься этой работой. И в центре занятости ищу работу по своим силам. Главная проблема для людей с инвалидностью – найти работу, которая бы отвечала их возможностям. В Севастопольском центре занятости говорят, количество вакансий для этой категории больше числа соискателей. Однако немногие должности предполагают гибкий график и облегченные условия труда. И тем более в дефиците работы на дому. К сожалению, качественные параметры этих вакансий не совсем удовлетворяют этих людей с ограниченной потребностью. Собственно, для этого, чтобы сбалансировать спрос и предложения на рынке труда, мы проводим данное мероприятие. Это ярмарка вакансий, которая осуществляется на фоне выставок трех творческих коллективов. Трудоустройство инвалидов – это был всегда острый вопрос. У нас в Украине больше 2,5 миллионов людей с инвалидностью. Только у нас в городе на сегодняшний день около 20 тысяч людей с инвалидностью. Естественно, что они не все старые и не все дети. 50% люди трудоспособного возраста. Среди вакансий, представленных на ярмарке, работа в коммунальных предприятиях и районных госадминистрациях. На сегодняшний день в Балакалской администрации открыта вакансия главного специалиста управления социальной защитой населения, который будет заниматься, направление у него будет социальная защита многодетных семей, то есть это и оздоровление этих детей из многодетных семей, и социальная помощь этим семьям. Значит, это государственная служба. На сегодняшний день ко мне подошло 2 человека, мы обменялись информацией, именно инвалиды третьей группы. Поэтому если у них будет желание, то мы рассмотрим их документы, и если они подойдут и пройдут конкурс, то мы примем их на работу. Также к ярмарке вакансий приурочили вручение дипломов выпускникам курсов шитья. 7 человек получили рабочую специальность и тут же были трудоустроены на одной из частных предприятий, которая и выступила заказчиком. Традиционно мы на своих курсах обучаем не только мастерству, то есть не только техническим приемам, чтобы мастера умели вышивать, но мы еще и стали обучать приемам композиции, цвета, для того, чтобы могли составить орнамент мастера. Потому что со временем такая потребность возникает, не просто там по готовым каким-то орнаментом работать, а что-то создавать. Поэтому они в этом отношении полное обучение. Кроме того, для всех собравшихся на ярмарку вакансий был проведен мастер-класс по изготовлению сувениров. Их делают как раз на предприятии, где работают инвалиды. Здесь готовы даже обучать этому. А вот если человек с ограниченными возможностями не найдет необходимой вакансии, то центр занятости может помочь организовать собственное дело. Олег Савченко, Олег Ивашенко. Программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин